Привет всем любителям пива и сегодня наверное первый новостной выпуск на нашем канале, потому что действительно есть о чем поговорить. В первую очередь это конечно же санкции, которые просто всполошили весь российский рынок и пивоваренные компании здесь конечно же тоже не остались в стороне, к сожалению. Означает ли это, что мы с вами останемся без импортного пива и что будет с нашим российским пивом и российскими пивоварнями? Собственно давайте рассуждать, ну а пока не забудьте подписаться, прямо таки можете поставить на паузу это видео, либо в закрепленном комментарии, либо в описании будут ссылки на другие сервисы, такие как Яндекс Дзен, Рутюб и групп ВКонтакте. Я тоже создал Бирк Ченнел, обязательно подписывайтесь, потому что опять же из-за тех же санкций каждый выпуск на Ютубе сегодня может стать последним. Итак, санкции. Начиная с 24 февраля иностранные компании одна за другой начали покидать российский рынок, чем собственно вызвали панику среди российских потребителей. Точнее разделили их на два лагеря. Одни судорожно побежали все скупать, как это случилось с Икеей, а другие как бы сказали На все, и на это, и на это, и на это, и на это И слава богу, пускай идут и еще остальных за собой захватят. Как говорится, здоровее будем. Вообще похуйё. И так говорят в основном про какой-нибудь Макдональдс или Кока-Колу, но не про пиво. Почему-то российский потребитель прямо-таки уверен, что настоящее качественное пиво делается только за границей, а у нас производят порошковое дерьмо. Мочи, аслины. Слушайте, задолбали, задолбали поднимать мой уровень патриотизма. Раньше он был 0,1, а сегодня просто жигуль, родной, иди сюда. Но да ладно, на этой патриотичной ноте вернемся к санкциям. Итак, первыми бойкот России объявили крупнейшие чешские пивоварни, такие как Плезенский Проздрой, и здесь я действительно буду скучать по их пилснер Урквул, на мой взгляд, самый вкусный пилснер, пивовары Старопрамен, Будиевицкий Будвар, Бернард, и там же к ним, по-моему, присоединился Велкопопоевский Козел. Таким образом, чешская пивоваренная промышленность отказалась от третьего по величине рынка сбыта, что составляет примерно 10% от их экспорта. Кроме того, 3 марта объявила об остановке отгрузок в Россию британская компания Diageo, и вы наверняка спросите, кто это нахрен такие? Но, мало кто знает, этой компании принадлежит бренд Гиннес, а также другие бренды алкогольной продукции, такие как Whitehorse, Джонни Волкер, Капитан Морган, Бейлис и даже Водка Смирнов. Ну а затем к санкциям присоединились и пивоваренные гиганты. Все три кита, на которых, собственно, и держится весь пивной мир, это Heineken, Carlsberg Group и AB InBev. На троих они производят практически 70% пивного рынка России. И тут как-то все поднапряглись. Однако, надо понимать одну вещь. Когда мы видим большой вот этот список из кучи брендов, которые якобы покидают Россию, нужно не полениться и разобраться, потому что половина этого списка не соответствует просто действительности, а отчасти вовсе фейки. Поэтому, если какой-то конкретный бренд вас интересует, не поленитесь и зайдите на сайт компании и проверьте, какова их позиция относительно данной ситуации на сегодняшний момент. В большинстве своем компании используют формулировку «приостанавливает». Это означает, что они временно прекращают деятельность в России, то есть присоединяются к этому международному флешмобу и протесту против того, что сегодня происходит в Украине. И здесь надо понимать еще одну вещь, что компании становятся заложниками своего громкого имени. Потому что, если они не присоединятся к этому протесту, то они получат по шапке просто сверху от своих правительств и, ну, таковы правила, скажем так, игры на международной арене. Так называемая западная культура отмены. Поверьте мне, ни один бизнесмен, находясь в здравом уме, просто не будет наступать себе на горло и лишать себя довольно весомой части прибыли. Поэтому сегодня это, скорее, вынужденная мера. И зачастую она связана даже не столько с протестом, сколько с непонятной экономической ситуацией в России, непонятным, да, нестабильным курсом валют. И плюс разорвались все логистические цепочки. То есть, ну, надо понимать, что канал поставок с Европы просто на сегодняшний день закрыт. Поэтому, что касается пивоваренных компаний, то здесь они просто приостанавливают поставки в Россию, импортные продукции, приостанавливают инвестиции в российские заводы, которыми, собственно, и владеют. Например, Кавсбек владеет компанией Балтика, вдруг кто не знал. А БНБФ это Клинский завод. Ну, у Ханники на свои заводы, там несколько заводов по всей России. Ну, самое главное, это, конечно же, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. При этом все вот эти российские заводы, они продолжают свою работу. Но, правда, все три пивоварных гиганта решили выделиться. И помимо всех вот этих санкций, они еще приостанавливают производство пива под своим титульным брендом в России. Например, ну, понятно, у Ханникина это, собственно, сам Ханникин. У Карлсберга, понятно, одноименное певцо. И у АБНБФ это пиво БАД, он же Бадвайзер, если говорить на американский манер. И, кстати, что интересно, все эти три марки пива лидируют в перечне самого продаваемого пива в России, который был опубликован РБК. Кстати, Лехе, огромное спасибо за эту информацию. И, честно говоря, не знаю, кто покупает все это пиво. Я лично очень давно это все пробовал, последний раз. Ну, Ханникин недавно, потому что просто делал на него обзоры, сравнивал с импортным экземпляром. Карлсберг, ну, не знаю. Мне кажется, кстати говоря, из этих трех экземпляров он самый достойный. Но, опять же, они тут называют себя, пожалуй, лучшее пиво в мире. Кто это придумал, с чего они это взяли, непонятно. Ну и БАД, кстати, очень любит у нас в России. И очень часто у меня просят на него обзор в ТикТоке. Так называемый King of Beers. Это их слоган. Я бы еще добавил там словечко одно пропущенное. King of Bad Beers. Потому что именно вот это пиво является родоначальником всей той херни, которая называется массовым безвкусным пивом. Мочи ослины. Именно с него все началось. Ну, а по-профессиональному это называется американский светлый лагерь. Который по описанию пивного стиля, собственно, и должен быть таким нейтральным, безвкусным. И, ну, не знаю, почему-то любит народ такое пиво. И несмотря на то, что производство всех этих трех марок прекращается, как говорится, это не сахар и никакого дефицита и ажиотажа здесь нет. Они также лежат в магазинах целыми палетами. Бери сколько хочешь. Причем по старым нормальным ценам. Ну, и буду ли я скучать по ним? Ну, конечно же нет, как говорится. Ну, как бы оно и нахуй не надо, допустим. Так оно и пусть будет. Но вообще я не думаю, что они пропадут с российского рынка. Мне очень слабо в это верится. Поэтому, как только экономическая ситуация в стране стабилизируется, как только восстановятся логистические цепочки, все вернется обратно. Вообще весь любой импорт. Ну, может быть, за исключением каких-то определенных там некоторых брендов. Но, кстати, на фоне всех этих санкций еще одна новость довольно позитивная. Московская пивовальная компания объявила о старте импорта продукции пивальной компании Lefebvre. Это бельгийская компания, которая будет поставлять нам пиво под своим одноименным брендом, а также пиво, которое является их локомотивом. Это довольно известное пиво. Blanche de Bruxelles называется. Так что у меня тоже на него планируется обзорчик. Пишите, если вам интересно. Вот хороший звоночек, который позволяет нам надеяться на довольно светлое будущее. Кстати говоря, цены. Цены меня прямо-таки возмущают. Сегодня, особенно в некоторых магазинах, которые прямо-таки взвинтили их в два раза ровно на те позиции, которые минуты ранее описал. Итак, мы в Ашане. Гиннесс со своим собратом стоит почти три сотки. Шпатон 205. Пауланер 190. Францисканер целых 230. Казалось бы, возможно, из-за бутылки. Но нет, в банке он тоже немногим дешевле. Жигули Иппа 91 рубль. Не знал, что они тоже уходят из России. А вот мой любимый Делириум подняли всего на соточку. Но правильно, за 600 рублей его уже вряд ли кто-то будет покупать. И вот, глядя на все это, хочется задать один вопрос. Че, ебанутое, что ли? То же самое касается сети гипермаркетов ОК. Абсолютно такая же ситуация. Блин, гребаный Францисканер, который там в красном и белом продолжает стоить свои 99 рублей, у вас он, пожалуйста, 230. Это же не щутки. Ты откуда взял эту сумму? Кстати, красное и белое, мое почтение, именно что касается пивного ассортимента, то здесь практически они не поменяли цены. Ну, может быть, там увеличили процентов на 10 максимум. Я, в принципе, этого не особо ощутил. Но вот именно 10, там 20 процентов максимум, это еще адекватное увеличение, которое отражает, в принципе, текущую экономическую обстановку. Но когда вот так вот в два раза, извините меня, это уже наглость. И, знаете, во времена Второй мировой вообще расстреливались за такое. Они охуели, еб твою мадратию ебать! Понятно, тяжелая экономическая ситуация. Государство перекладывает на производителей, производители на дистрибьюторов, дистрибьюторы на продавцов. А продавцы на кого? Естественно, на людей обычных, которые без того бедные, а им перекладывать не на кого. И, как обычно, в любом кризисе богатые становятся богаче. Те, кто средний класс, они, в принципе, сохраняют свой уровень жизни, а бедные люди становятся беднее. Поэтому у меня обращение ко всем этим мамкиным бизнесменам, которые особенно занимались спекуляцией массово, там, скупали сахар для перепродажи. Давайте не будем сами становиться причиной нашей бедности. Итак, с крупными более-менее разобрались. И, честно говоря, у них, в принципе, все хорошо. Потому что все цепочки поставок у них, по сути, локализованы. И, кроме того, они сами являются крупными производителями сырья. На всех они производят более 50% вообще солода в России. А вот со средними и мелкими пивоварнями, особенно крафтовыми, здесь все гораздо сложнее. Потому что они очень сильно завязаны на импортном сырье. Как на солоде, так и на хмеле. Весь хмель, который практически используется в пивоваренной промышленности в России, он импортный на сегодняшний день. Ранее, в своем выпуске про историю жигулевского пива, я уже рассказывал, что во времена Советского Союза было всего 2-3 основных сорта хмеля. И, по сути, они же остались и по сегодняшний день. Так же, как и осталось производственное оборудование со времен Советского Союза. Все эти 30 лет, с 90 по 2020 год, это оборудование просто бесконечно модернизировалось. Поэтому, если говорить об импортозамещении, то прямо здесь и сейчас сегодня заместиться, ну, увы, никак нельзя. На это уйдет несколько, а то и там, может быть, 5-10 лет. Однако, справедливости ради, надо сказать, что хмелевая промышленность у нас не стоит на месте. Она все-таки, хоть и семимильными шагами, но из года в год развивается, наращивает темпы производства и также увеличивается количество выводимых сортов. В частности, вот в Чувашии занимаются как раз-таки выведением экспериментальных сортов хмеля. Поэтому в данный момент средние, малые, особенно крафтовые пивоварни будут испытывать огромное количество проблем, связанных с сырьем, да и не только с сырьем. Если, как я говорил, уже с солодом они смогут заместиться в менее качественной российской продукции, то с хмелем все не так однозначно. Если поставки невозможно будут, то уже по завышенным ценам, и здесь перед ними встанет определенная дилемма. То есть, либо делать пив дороже, либо делать его менее качественным и менее разнообразным с точки зрения количества выпускаемых сортов. Поэтому, если они повысят цены на свою продукцию, то им будет еще сложнее конкурировать с гигантами, с масс-маркетом, который и без того дешевый. Поэтому Ассоциация пивоваров выступает с определенными инициативами в адрес государства, чтобы как-то поддержать эту отрасль. Во-первых, они просят установить минимальный размер цен, чтобы, опять же, конкурировать, да, между собой. Они просят разрешить рекламу, собственно, разрешить интернет-продажу, которая сегодня запрещена. Мы онлайн не можем заказать себе алкоголь ни в одной доставке. Также они просят заморозить ставку акцизы. И, кстати говоря, вот именно эта мера на сегодняшний день довольно серьезно рассматривается. Предлагается заморозить ставку акциза на уровне 22 года до 25. То есть, если раньше практически каждый год на рубль эта ставка повышалась, сегодня, по-моему, это 23 рубля за литр пива. Вот до 25 года предлагается сохранить ее. Так что будем надеяться на лучшее, будем надеяться на то, что санкции не сильно повлияют на поставки сырья, в частности, хмеля. Особенно важно, потому что большую часть хмеля у нас именно импортируется. И на первом месте, конечно же, Германия по импорту. На втором, кстати говоря, Белоруссия за прошлый год. Было импортировано 600 тонн хмеля из 3600. И было именно белорусского хмеля. Но, правда, здесь вопрос, сколько доля реэкспорта там составлял, и сколько была доля чистого белорусского хмеля, конечно же, здесь данных, честно говоря, я не нашел. Впрочем, это уже совсем другая история. Однако, именно в пивной отрасли мы тоже можем внедрить определенные контрсанкции. Есть такая компания, мало кто о ней знает, называется EN Plus Group. Это крупнейший после Китая мировой поставщик так называемого зеленого алюминия, которое используется для изготовления пивных банок. Производство алюминия выбрасывает в атмосферу очень много углерода, и, как правило, для его плавления используется в основном уголь и газ, которые, кстати, тоже российские. А вот именно EN Plus использует в производстве гидроэнергетику, тем самым минимизируя количество выбросов в атмосферу. И, к слову, на долю EN Plus приходится до 20% мирового зеленого алюминия. Больше всех, конечно же, производится в Китае. Но, собственно, они пиво тоже очень много производят и потребляют. На сегодняшний день они на первом месте находятся. Но, так как любая мировая компания старается быть environmental friendly, то есть минимизирует свои, скажем так, свое воздействие на окружающую среду. Например, если зайти на стартовую страницу Google, то здесь мы непременно увидим информацию об отсутствии углеродного следа. Крупные пивоваренные компании тоже здесь не исключение. К слову, ABNBF в прошлом году анонсировала производство 5 миллионов ультранизкоуглеродных пивных банок. Если санкции наложатся друг на друга, то где они их возьмут? Непонятно. Так, ладно, что-то я вдарился в политику, но что я хотел этим самым сказать? Так это то, что сегодня в мире настолько все взаимосвязано. Это, знаете, гораздо сложнее, чем запутающиеся наушники у нас в кармане. И восстановление того самого железного занавеса, который был когда-то там в советские времена, сегодня практически невозможно. Поэтому давайте подытожим все это безобразие. Если говорить о производителях, то крупные пивоваренные компании вряд ли что-то там почувствуют. Конечно же, они потеряют определенную долю в прибыли, но в общей массе, я думаю, это не сильно скажется. Довольно сильно пострадают средние и малые пивоваренные. Вот здесь, конечно же, мне их очень жаль. И жаль, что у них пропадет возможность развиваться. Им придется выживать попросту на сегодняшнем рынке. Ну а если говорить о нас, об обычных потребителях, то здесь ситуация абсолютно полярная. Если посмотреть на тот же рейтинг от РБК и наложить его на многочисленные комментарии под моими видео, особенно в ТикТоке, то отсюда можно сделать вывод, что среднестатистический россиянин практически не почувствует на себе все эти санкции. Потому что он привык пить обычное массовое пиво, которое, ну, никуда не денется с нашего рынка. И уж точно оно не сильно подорожает. А вот те, кто привыкли пить хорошее импортное пивко или какой-нибудь там экзотический крафт, то здесь уже придется, придется немножечко потерпеть. Такие вот новости, друзья. Спасибо за просмотр. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал в других сервисах. Это Рутюб, Яндекс.Дзен и особенно вот группа ВКонтакте. Я прям делаю на нее акцент, потому что, ну, на сегодняшний день там самая большая активность, самые большие инвестиции. И именно там будет самый разнообразный контент. Потому что просто платформа на сегодняшний день такая самая универсальная и позволяет это делать. И размещать какие-то там текстовые новости, какие-то там картиночки, мемчики, короткие видосики, клипы, сторисы. И, собственно, вот такие большие видео, как здесь на Ютюбе. Поэтому обязательно подписывайтесь. Жду всех там. Ну и остается мне вернуть должок с выпуска про Жигулевское, который был уже практически больше месяца назад. Вот такой наборчик я обозревал. И сейчас мы будем его разыгрывать. Что ж, ну и давайте скорее определять победителя. Первый случайный комментарий. Так, это Екатерина Габараева. Пей пиво на заре, пей пиво перед сном, пей пиво на траве. Это, собственно, знаменитая песенка от дискотеки Авария. Кстати говоря, я слушал, когда мне было там лет, наверное, 7-8. Мой любимый трек был. Возможно, был постарше. Не помню. Так что получаешь, получаешь свой приз. Далее. Виктор Хмелев. Ролик хороший. Давайте уже тогда и обзор пива древнего Египта. Так же, как и Жигулевского из СССР. Мало кто уже вспомнит вкус. Но действительно, многие, многие мечтают об этом вкусе из СССР. Но мало кто его помнит. Действительно, я не думаю, что прямо он остался на языке у этих людей. И поэтому, ну, это скорее такая более ностальгическая реакция, как я уже говорил, по тому времени. Потому что не только сам вкус напитка влияет на наше восприятие, но и все, что нас окружает. Обстановка, наше психоэмоциональное состояние. Для многих это время молодости. Поэтому, собственно, и такая реакция. Ну, а в Древней Египте, я думаю, это пиво сегодня пить невозможно. Потому что оно мало напоминает то самое пиво, которое пьем мы сегодня. Тогда это была скорее какая-то брага. Последний победитель. Еще раз крутанем наш барабан. Илья Попов. Если выиграю набор, пить не буду. Оставлю для истории. Ха, вот так вот. Слушай, ну я бы на твоем месте все-таки выпил его. Потому что, как бы, пиво имеет срок годности. Особенно вот такое. И, ну, хранить, честно говоря, я не вижу смысла. Тем более, что оно, ну, много где продается. Не знаю, как у вас в городе, конечно. Такие вот итоги конкурса. Спасибо всем, что участвовали. Спасибо за просмотры, лайки, комментарии, которые вы оставляете для меня. Это очень важно. Обязательно я учитываю всю обратную связь. Особенно конструктивную. Конструктивную. И сам люблю подискутировать в комментариях. Особенно, если мне задают какие-то вопросы, там, по делу. В общем, оставайтесь на нашем канале Берд Ченнел. И не забывайте пить только хорошее пиво. И помните, лучше по чуть-чуть, но с кайфом. Ну, а с вами был Алан. До новых встреч. Пока.